Всем привет и слава в Украине! Передача Новости Кавказа продолжает свою работу и сегодня мы с Давидом Эйдерманом решили наконец-то вам рассказать про уроки Первой мировой войны. И вообще про Первую мировую войну как раз 110 лет исполняется с времени ее начала, самое время вспомнить о ней. История поучительная, и как писал Ключевский, история, говорит, не учит, история наказывает. Не знаю, кому там наказывает история, но я думаю, что ее стоит знать. Привет, Давид, рад тебя видеть. Привет. Единственное, что сразу хочу сказать, что все темы, связанные с Первой мировой, понятно, за одну передачу никак нельзя успеть. Мне говорили, что родился. Которая охватила Европу и то, что называл Стефан Свейк, урожденец Австро-Венгерской империи, самой большой ошибкой в истории человечества. Вот самая большая ошибка в истории человечества. И мы, собственно говоря, анализируем эту ошибку, чтобы для того, чтобы понимать, что человечество очень часто делает глупости. Очень часто самые умные люди в истории человечества из самых благородных побуждений делают не просто злодейство, но и глупости. То, что случилось с Первой мировой войной. Есть, опять-таки, поскольку все зависит от вас, дорогие зрители. Кстати, мы не забываем ставить лайки, писать в комментах, посылать в мессенджерах, рассылать в мессенджерах и вообще распространять как можно больше. Именно эту передачу и все передачи канала тоже, но именно эту передачу, потому что если эта передача будет хотя бы сравнительно популярной, понятно, она не будет популярной как актуальной, хотя бы сравнительно популярной, я смогу уговорить противного Гелла Вассада сделать такую передачу на эту тему. А если она не будет популярной, то я не уговорю. Поэтому все зависит от вас. Если вас интересует эта тема, то распространяйтесь. Значит, это первое, что я хочу сказать. А к актуалии мы вернемся, я думаю, в следующей программе. Мы договорились, что это будет лайф и можно будет задавать вопросы. Я вообще хочу сказать, что идти открытым только к вопросам, да, то есть без собственных заготовок. А теперь давайте начинать, выводим первый слайд. Итак, уроки Первой мировой войны, которые вообще на Западе называют Великой войной. И до сих пор во многих языках, вот если вы открываете английскую Википедию, то там одно из названий – это Великая война. Мы в прошлой передаче вспоминали, что это война, которая, ну, считалось, что только сумасшедшим может начать такую войну. Она начинается после очень благополучного состояния Европы. Вот книга, о которой говорил Гелла на прошлой программе лета 1913 года, о том, что было в Европе перед началом Первой мировой войны. Какое было благоденствие. В принципе, война-то начинается. Последняя война в Европе была в 1870 году и после этого в Парижской коммуне. Но это война между Францией и Германией. А по большому счету с 1814-го, с Венского конгресса и по 1914-го идет абсолютно более-менее спокойный для Европы время. Спокойное, благополучное не только в отношении войн, но и финансовом отношении. Что я имею в виду? Вот этот Викторианский век, Позолоченный век, Белепок, Прекрасная эпоха, могли существовать рантье. Люди, которые имели финансовый капитал, могли поставить его в банк, положить в банк и получать оттуда стабильные доходы. Это вот рантье. Рантье, возможно, именно в такие эпохи. А потом это будет уже не совсем возможно. Но вот это вот благополучный, спокойный век и вдруг разрушающийся Первой мировой войной, которую могли предсказать только городские сумасшедшие. А наиболее точное ее описание и пророчество по поводу нее, это в антивоенной публицистике Льва Николаевича Толсова, которое написано за 100 лет до войны. Один из главных вопросов, который мы можем задать по поводу этой войны, почему на Западе, даже после Второй мировой, первую называли Великой войной, а в СССР и в постсоветском пространстве ее почти забыли. Практически в любом небольшом западно-германском, бельбийском, люксембурском, британском, французском городе есть памятники павшим героям. Павшим героям Первой мировой войны. В России же, которая понесла в Первой мировой войне самые большие людские потери, нет ни одного памятника, ни героям, ни жертвам. Почему? А россиянам, которые любят гордиться всем, чем угодно, есть чем гордиться. По большому счету, именно неуспешное, провальное русское наступление в Восточной Пруссии, она спасла Париж. Мы можем сказать о том, как Брусиловский прорыв, взятие Львова, многие-многие вещи там были очень сильные, очень красивые. То, что можно было бы вспоминать. Но в России нет ни одного памятника. Я не знаю. Гел, вопрос. Есть ли в Тбилиси хотя бы один памятник грузинам, героям Первой мировой? Нет, в Тбилиси этого памятника нет, но есть. Сейчас уже в России появляются памятники. Кстати, пару памятников я видел, но это скорее памятники появляются энтузиасты или конструкторы. Так нет. Я имею в виду как государственная, как национальная память. Такого нет. Опять-таки, Грузия, благодаря Первой мировой войне, как и Армения, как и Азербайджан, впервые обрела независимость. В 2018 году. Правильно? Есть хотя бы одно название улицы, связанное с Первой мировой войной. Вот, допустим, в Израиле. Израиля не было во время Первой мировой войны. У нас есть улица генерала Аленби, одна из главных улиц Тель-Авива. У нас в каждом городе есть улица Бальфура. У нас есть еще очень многие вещи, связанные с Первой мировой войной, с ее героями, названиях улиц, памятник, досках и так далее. Все постсоветское пространство, оно забыло про Первую мировую войну. Вопрос, почему? Почему вдруг эта вещь просто отшибла из памяти? Тут можно сказать, да, Первая мировая война была катастрофа. Но для читающих и пишущих по-русски, для людей, воспитанных в советских и постсоветских школах, получивших образование на одной шестой, вот это событие, с которого начинается, по словам Анны Ахматовой, настоящий, не календарный 20-й век, оно оказалось во многом отодвинута благодаря последующим, может быть, еще более трагичным событиям. Ну, гражданская война, коллективизация, большой террор, Вторая мировая и так далее, и так далее. Немалую роль в этом полузабвении сыграла и то, что советская государственная идеология, как и идеология постсоветских государств, не смогла дать этой войне надлежащую оценку. Даже, будем говорить так, идеология Армении, которая во многом опирается на память о военных преступлениях 1915 года, об геноциде армян, то, что называют Армении. Но, вот, характеристика Первой мировой войны, ее нет. Опять-таки, почему, почему это произошло? Почему забыть, забыли спасение Парижа или Брусиловский прорыв, или, может быть, единственная вещь, когда для того, чтобы спасти русский фронт, британцы бросили свои войска в наступление и потеряли полмиллиона солдат. Полмиллиона солдат просто для того, чтобы облегчить нагрузку на русский фронт. Почему это забыто? Не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Опять-таки, допустим, в Казахстане могли бы вспомнить помнить восстание против этой мировой войны. Много чего можно вспомнить, но это забыто. Может быть, первая вещь. Нет, но восстание всеми речи помню в Казахстане очень хорошо. Ну да, но не помню. Есть и памятники, и в контексте войны, понимаешь? Историческая память, то там в Казахстане, поэтому восстание, в Казахстане и в Кыргызстане. Историческая память в Казахстане в Казахстане. Я очень много там беседовал по этому поводу, лекции читал, там, связанные с историей. Оно выпадает из контекста войны. Оно, борьба, это такая, мусульман, жителей там, Центральной Азии против имперского центра, но не связана как-то с войной. Опять-таки, характеристики Первой мировой войны там нет. Это я к этому говорю. Теперь, значит, первая вещь, кроме того, что это заслонили более поздние и более кровавые события. Второе, ну, оно связано, это и та война, последняя война, которую вела та Россия, та Российская империя, прежде чем скатиться в месиво в братоубийственной бойне. И из этой бойни, из этой мясорубки страна, ну, до сих пор не вышла. Можно было бы сказать, что она там вышла зачуханной, малограмотной, чрезвычайно озлобленной, но, по моему мнению, за последние 110 лет оно из того хаоса, из того ада, в который она попала в 14-м году, оно до сих пор не вышло. Ну, и, наконец, главная, может быть, причина, она заключается в том, что партия большевиков, которая в результате мировой войны узурпировала власть в России, она была единственной партией в Европе, которая ставила своей официальной задачей, официальным лозунгом добиваться поражения своего правительства в войне. И поэтому после революции вызвавшая ее война превратилась в массовом сознании в что-то позорное. Человек должен был, если он получал Георгиевские кресты, он в 20-е годы должен был их прятать, прятать боевые награды. Эта война стала как позорная, не имеющая права на существование. Исходя из большевистской доктрины, принципиальной для начального периода интернациональной и антироссийской, воевать за интересы России, российской державы, это было такое проявление несознательности, а делать это сознательным преступлением. Потом, когда и в Советском Союзе снова возобладает такой российский шовинизм, все равно эту войну не станут, не будут привычать. Она все равно останется среди тех войн, которые забыты. эту войну не реабилитируют. Но даже когда в Советском Союзе станут проповедовать патриотизм и гордиться подвигами царской России, ну, например, там, Крымской войне или войне 1812 года и так далее. А вот в исторической памяти числа европейских стран, это действительно называется у многих и сейчас Великой войной, а у многих, значит, она называлась Великой войной, ну, до момента, когда Гитлер начал свои завоевания. Теперь пойдем дальше по нашим слайдам. Итак, Великая война. И война, которая совершенно оставила, ну, изменила эту Европу. Вместе с наследником престолов погибла старая Европа. Ее, она перестала существовать. Гаврила Принцев, ну, он не был ни профессионально, ни самым профессионально подготовленным убийцем, ни самым экипированным, ни самым безжалостным и так далее, и так далее. Вообще у него, он в этот день совершает покушение два раза. И первый раз у него не получилось, но его выпустили. Но и именно его преступление вошло в историю, как преступление, теракт самыми большими последствиями, самыми катастрофическими. и в этом отношении именно как преступление, как убийство, это было самое удачливое убийство в мире. Я говорю, что советский современный мир, современный мир, он родом из Сараева. если бы не было 28 июня 1114 года, потом бы, понятно, не было 28 июля нападение Австрии на Сербию, 1 августа, включение войны в России, а потом в Германии. Но не было бы еще многих других дат 20 века. Ну, например, не было бы 2 марта и 25 октября 1917 года, февральской, соответственно, и октябрьской революции. Не было бы 11 ноября 1918 года ноябрьская революция в Германии. Не было бы 30 января 1833 года. Не было бы 1 сентября 1839 года. начало Второй мировой войны, которая для многих историков считается прямым продолжением войны Первой мировой. Ну, и 22 июня 41 года и так далее, и так далее, и так далее. То есть это событие начало Первой мировой войны стало главным событием 20 века. И это была катастрофа, которая, в принципе, главная катастрофа. Почему главная катастрофа, главная бедствия, ну, мне скажут, что Вторая мировая война была более кровавая. Но во втором, Вторая мировая война, она имела, ну, так сказать, идеологическое, содержательное наполнение. впервые впервые стало понятно, кто за что воюет, ну, то есть кто с кем можно было очистить лагеря в этой войне, почему они пошли на этот сделок, ну, договоры друг с другом, на союзнические отношения, почему до этого были, возможно, те или иные пакты или сделки, но это была все-таки осмысленная война. Война, Первая мировая война была самой страшной, потому что она была самой неосмысленной, это была именно главная ошибка, главная катастрофа. Вот на протяжении четырех с лишним лет все крупнейшие государства Европы, а потом США, Япония, вели борьбу, которая потребовала большинство из них полного напряжения силы огромного количества жертв. А было отмобилизовано, по-моему, 110 миллионов, суммарные потери убитыми составили 14 миллионов, 34 миллиона раненых, ну, какие-то совершенно потрясающие до того невиданные цифры. И вот один из главных вопросов, который возникает, ради чего? И само убийство этого эльцгерцога, оно выглядит абсолютно иррационально. Зачем? Да? мы хорошо понимаем, что, ну, окей, понятное дело, что с этого началось, можно ли было бы предсказать, что это начнется, но у Бисмарка есть такое высказывание, какая-нибудь проклятая глупость на Балканах явится искрой новой волны в новой войне. Ну, и действительно, вот, убийство, которое совершено серским националистам, оно, это, действительно, является этой искрой. теперь вопрос, а почему, собственно говоря, сербский националист считает необходимым убить австрийского Ротгерцена, причем на территории Боснии? Зачем? Ну, это отдельная история, потому что в Сербии был огромный революционный ресурс, и те люди в разведке, которые посылали этих террористов, это были те же люди, которые грохнули предыдущего сербского короля, причем вытащили его из постели, расстреляли в упор вместе с женой, а потом выкинули в окно. И поэтому, когда в стране подожди, что значит те же люди? Абриновича, Сержение Абриновича участвовала русская разведка. Русская разведка, но и сами сербы. Сами сербы, конечно, Апис был сербом. Это понятно, но в смысле при поддержке русской разведки это было. Окей, так вот, но эволюционный ресурс тоже есть. И поэтому они там лезли и на Австро-Венгру и так далее. одним из факторов, почему германский император будет очень хотеть поступить в войну, потому что Австриите будут ему постоянно докладывать, что если он приедет на похороны Франца Фердината, то его убьют те же сербы. Они готовят покушение против него. А вот он почему-то решил, что убийство это вредно для здоровья и очень обиделся. Теперь я давай посмотрим следующий слайд. А тут у нас я уже выводил. Да, вот посмотри, Франц Иосиф Первый и Франц Фердинанд. А собственно, а была ли разница между этими двумя товарищами? Была в возрасте. Только? Не, но он вообще считался либеральным, таким мягеньким. Франц Фердинанд все-таки на славянке женился, ну и так далее. Дело в том, ну, дело не в этом. Значит, смотри, вот Франц Иосиф поезжает в Вену, такое впечатление, что Вене до сих пор его обожают. Это что, это же не что-то типа это я просто сфотографировал куклу, да, когда был Вене. Какая-то странная была в грабан вчера? Не, окей, там это, я обожаю Вену, обожаю Венский музей. Вену я тоже очень люблю, Вену невозможно не любить. Окей. Так вот, мы стараемся наше день рождения праздновать, там обычно мое, в этом году наверное будем праздновать Олега, с которым мы гуляли по Тбилиси, он будет у нас. Венским именинником. Так вот, значит, у нас так вот к моменту убийства Франции Кридинанда император Франц-Иосиф правил империи к моменту начала войны уже 66 лет. 66 лет. он зашел на престол и удержался власти в свое время прежде всего благодаря Российской империи. Помощи русских войск, подавление венгерского восстания, это было ударом по престижу австрийской монархии, но это было, вот российские войска помогли ему сидеть на престол. И вот я хорошо помню мы когда-то с дочкой моей семьей, значит, гуляли по Будапешту и мы гуляем и видим памятник Шандоры Феттефи великому венгерскому поэту. И я говорю, вот это венгерский поэт, он прожил там 25 лет и он говорил о себе этот облаженный те, кому дано, в короткой этой жизни любить подруг и пить вино и жизнь отдать отчистить. Ну и вот моя 15-летняя дочка спрашивает, а кто его убил? То есть я сказал, что так и получилось, его убили молодым. А кто его убил? Я говорю, русские войска. Она говорит, а за что? Я говорю, ну, революция была, он был одним из лидеров революции и погиб в сравнении с русскими войсками. И тут мой, значит, этот ребенок, который израильский, и, соответственно, учивший историю в израильской школе, для нее русский это символ революции, революция это русский, да? А она слышит это и она говорит, а что русские против революции? И я говорю, видишь ли, русские, они только за те революции, которые они сами устраивают. Вот, но в 48-м году Россия, как жандарм Европы, входит в Австро-Венгрию и помогает молодому императору, у которого расстреляли перебиваю, ничего страшного. В шестилетнем возрасте я был в шоке, я смотрел календарики и видел день Парижской коммуны. Я был в шоке, когда мама мне сказала, что Парижскую коммуну подавили еще в прошлом веке. Я не представлял себе, как могут коммуну подавить, коммуна же это всегда должно победить. А вопрос у меня был следующий, мама, Франция это социалистическая же страна. Она на меня посмотрела страду и сказала, да нет, капиталистическая абсолютно. Как? Там была Парижская коммуна. Парижскую коммуну подавили, и вот это был шок, а ты говоришь про то, что русский за революцию. Да, ну в общем, это как раз был такой 14-й год, маленький шай, и на 15-м, Мишки 15, мы гуляем по Будапешту, как раз тогда Россия начинает вмешиваться в сирийские дела, и мы когда с Сими говорили о том, что русские будут ждать благодарности и в Сирии, но не дождутся от мусульманского мира благодарности, да? Так вот, император вошел на престол на русских штыках, и после 48-го года многим ответственным мыслящим людям империи было ясно, что эта страна должна заниматься не приобретением новых земель, а удержанием имеющихся и реформами, ну то есть для того, чтобы сохранить на это вот, и самое главное налаживать хорошее отношение с соседями, миролюбивая политика, но вот как Бисмарк написал Николай первым, что он был последним рыцарем Европы, и он наказал, он сделал самый рыцарский поступок, невиданный среди монархов, когда он спас австрийского императора. Вот на сайта австрийский император Франц Иосиф молодой еще, ему 20 чем-то лет, он расплачивается с Россией ну ожидаемой неблагодарностью. Оказывается вообще никто не ценит, когда тебе помогают подавить свой собственный народ. Ну Такаев вот тоже сволочь такая никак не ценит русскую помощь в 22 году, январе 22 года. Но многие не ценят. Русские всегда, россияне почему-то всегда этим удивляются. А история их не учит. Так вот во время Крымской войны 50-х годов, 50-х годов, Николай Первый уверен в том, что благодарная Австрия, благодарный император Франц Иосиф окажет ему поддержку. А австрийский император оплатил ему чёрной неблагодарностью. Несмотря на то, что Австрия не вступила в конфликт, она поставила жесточайший ультиматум, что она ударит Россию спину, то есть помкнет к Англии, Франции, Турции, и Россия в конечном итоге это и приводит к полной крымской катастрофии. и в этот момент понятное дело Австрия остаётся без России как союзника, потому что Россия тоже обиделась. И этим воспользуется Сардинское королевство, которое при поддержке той же Франции, которая вроде бы попыталась прилипнуть во время Крымской войны, и Пруссии, она Сардинское королевство начинает борьбу за объединение Италии и в результате к 1860 году империя, Австрийская империя теряет Ломбардию, а затем представители дома Гасбургов лишились власти в Тоскании, Мадении и так далее, и так далее. Но и потери Италии Франция Иосифа ничему не научила. В 1866 году Австрия начинает войну против Пруссии против Биспарка за лидерство в немецком германском мире. И после битвы при Садовой он, понятное дело, теряет все, что может. А после этого у них уже угроза в Венгрии и вот его супруга Елизавета Баварская добилась от Франции Иосифа представления равных прав с немцами венграм. И империя становится Австрией венгерской. Но она теряет тут, она теряет там, и она ничему не научается. И она все время хочет там лезть в новые и новые войны. Франц Иосиф это был человек с чрезвычайно устаревшим мировоззрением. Просто невозможно. Вот этот человек, понимаешь, который молодым, давай покажем его, как он был молодой, который молодым испытал такие трагедии, который видел вот это произошедшее. Но он мог бы хоть чему-то научиться. Понимаешь, великие события происходят, связанные с ним. Он, вся его жизнь это просирание Великой Империи. А он ничего не упляет. Ну, 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 давай, давай, давай будем справедливыми. Благодаря вот этому просиранию Великой Империи мы получили прекрасную двоединую монархию. Гармоничную. Кусал человек, который восхищается мир доселе. Мы получили кусал не не слышал слова. Что мы получили? Прекрасную двоединую монархию. Просто прекрасную. восхищается мир. Мы получили ту самую Вену, которую мы любим. Во-первых, Вена очень-очень многое. кстати, начинается историческая Вена. Это не он построил, а Магей Терезия, Иосиф Второй и так далее. Я не про здание, я про дух. Окей. Но он теряет и теряет. И не может научиться. Он уже становится в Дух этой империи до сих пор в это Вене летает. И не только в Вене. Я был в Тимишуаре. Тимишуара тоже австро-венгерская. Именно австро-венгерская. Именно времен Франца-Йосева в этот центр Тимишуаре. И в куче городов. Там, где была австро-венгерская империя, вот этот центр... У этого есть. Понимаешь, у внеения бывает хороший запах. Но это внеение. Понимаешь? Внеение бывает хороший запах. А дело в том, что Франц Иосиф был человек с устаревшим мировоззрением, даже когда в 18 лет, благодаря российскому вмешательству, вступил на престол и сохранил власть. Это был человек империи, которая вообще-то сама по себе являлась историческим нонсенсом, рудиментом. Она могла рухнуть гораздо раньше, но тут надо сказать, что там было целый ряд обстоятельств, которые позволяли ей сохраняться. Но одна из главных из них, прежде всего, можно сказать, блестящая стойкость императрицы Марии Терезии, гений Миттерниха, многие другие вещи. Но ей была одна вещь, которая очень важная была для Австрии, Австрийской империи еще задолго до Франк Йосипа. Дело в том, что когда Наполеон решал вопрос, и Наполеон в принципе в какой-то момент склоняется к тому, чтобы эту империю просто распустить, разогнать чего-то матери. Кому нужна эта старая интриганка империя, да? Но Телеган в этот момент пишет Наполеону, он пишет после Австрии, когда Наполеон может сделать с Австро- венгерской, с Австрийской империей все, что угодно. и вот Телеган пишет Ваше Величество может разрушить Австрийскую империю и укрепить ее, но если вы ее разрушите, то не вашей власти будет снова собрать обломки и создать единое государство. Между тем существование этой государства совершенно необходимо, необходимо, совершенно необходимо для спасения будущим цивилизованных народов от всяких мелких этих племен, которые в Восточной Европе. Это была мысль, которую высказывает Телеган. Это высказывают очень многие. Многие восхищаются этой империи именно как рудиментом. Пусть такое будет. Телеган считает, что когда развалится Австрия, в мире начнется хаус. Но сейчас трудно понять эту логику. Была ли она вообще эта логика? Но вообще-то когда развалился Австрия и начался хаос. В мире начался хаос. Так Леран был прав. Да. Нет. Когда вообще разваливается любая империя, любая империя, начинается хаос. Есть хорошее высказывание Адама Мисникова, польского диссидента, бороавшего с Советским Союзом. Он сказал, что самое худшее в империи это то, что происходит на ее обломках. После того, как она разваливается. Может быть, то, что происходит на постсоветском пространстве, только начало гораздо более трагических событий, которых мы, если ты живем убить. трагедия, когда-то, допустим, русский король. Вся история это трагедия. Так что вся история это трагедия. История бывает сравнительно благополучный период. Опять мы же говорим, с 1814 по 1914 год был сравнительно благополучный период. сто лет опять-таки мы с тобой плюс-минус родились в сравнительно благополучный период, который был с 1945 года, ну и практически до нулевых годов, до разрушения башен близнецов и так далее. Это был сравнительно благополучный период для человечества. Казалось, что все идет хорошо, все идет вперед, есть баланс сил, есть, так сказать, международные полицейские. Ну, я думаю, я думаю, по поводу до нулевых многие в Югославии и в постсорке с тобой не согласятся. Окей, я снова были какие-то эти точки, где что-то происходило, но глобальное было ощущение, что мир идет все нормально, развивается, все хорошо. Опять-таки события в Югославии это продолжение событий Первой мировой войны. Одно из которых можно сказать. Так вот, и францопрусский король Фридрих Виргейм Четвертый говорил, что когда он входит в императорский бур, комплекс дворцовый, да, в Вене несколько сильнейших дворцовых комплексов, то он вот чувствует себя порвеню, да, выскочили бомжем по сравнению с тем, что вот этим величием, этим имперским великолепием, этой, ну вот, традицией салфетки, которые складываются вот, ну, определенным образом, такие полотенца, салфетки, которые должны складываться лебедям, их секрет передается из поколения в поколение, но не уходит на сторону, и австрийские монархисты, которые писали, цитировали эти слова, они говорили, правы, русские короли правы, ну, кто они по сравнению с австрийскими императорами, более того, австрийские императоры очень-очень плохо относились к тому, что кто-нибудь еще мог назвать себя императором, когда Россия, Петр Первый назвал себя императором, это было просто, вот, вызвало истерику в Австрии. У них были на это свои основания, они-то считали себя, и были наследниками Священно-Римской империи, они наследники римских императоров через Карла Велико, через Карла Велико, и, в принципе, само слово император, оно обозначает, что империо, император может быть только один, не может быть много императоров в мире, и поэтому они должны были воевать с Наполеоном, как можно, ну, постоянно, потому что Наполеон назвал себя императором, чего вдруг, да, и когда немцы назвали себя императором, Казер, Великим Первым, это было, опять-таки, ему для этого нужно было победить Австрию в войне, победить Австрию в войне, никак иначе, почему, потому что Австрия чувствует, что она единственная возможная император, и когда с Россией, как они договорились, они же договорились, что если российский император или императрица, там, дает кому-то титул, граф, то он может принять это решение, но утвердить это решение должен будет Австрийский император, иначе решение не является, это не вступает в силу, а император, графский титул или баронский титул может дать только Австрийский император, Россия, то есть, чтобы толстые стали графами, Петер должен был просить Австрийского императора утвердить, иначе никак, и вот именно вот это ощущение себя, величия, как это было такая вещь, вот происходят шекспировские трагедии, но это шекспировские трагедии без шекспировских героя, хотя переживший все это, этот Франц Иосиф не глупый, достаточно способный, человек молодости, человек бурных страстей, он должен был бы стать, но он не стал, и вот русский писатель-историк Марк Алданов, он писал когда-то, что о жизни можно заслониться чем угодно, и вот Франц Иосиф заслонился от жизни этикетом, это был такой консервативный этикет, возведение в абсолютном, на обедах допустим эрцгерцоги сажались за стол не по старшинству, а по старшинству линии рода, 20-летний эрцгерцог старшей Тосканской линии сидел выше, чем 70-летний фельдмаршал Альбреф из второй линии, а последнее место занимал эрцгерцог Райнер старейший член семьи, но по семейной линии самый младший и никогда ни один из родных императоров не обращался к нему иначе, чем со словами Ваше Величество, причем с обязательным употреблением третьего лица множественного числа. Еще строже было правила в отношении знати. Император, который обладал необыкновенной памятью и использовал именно для этого, знал генеалогию всех австрийских аристократов и строго с ней считался. И понимал, у каких князей он может быть, а у каких не может быть. Прежде всего может быть у Лихтенштейда и ауэрсбергов от линии. Или, допустим, вопрос о рукопожатии императора. Франц Иосиф подавал руку из австрийцев лишь министрам и членам наиболее знатных семей, записанные во вторую часть Готского альмонаха. Вот был там фельдмаршал барон фон Маргутин, бывший при императоре из 16 лет. Он был генерал-адъютантом. И вот он в своей книге пишет, что он однажды, однажды отличился так, что Франц Иосиф подал ему руку всего один раз. И это было во время мировой войны, за год до смерти Франц Иосифа. Идет вот мировая война. И император подает фельдмаршал руку. И фельдмаршал вздохнул. Почему? Потому что, ну, представляешь, ему император подал руку, а он не может, этого никто не видел. А если кому-то рассказать, то ведь в это же никто не поверит. И тут на следующий день он выходит и к нему подходит и говорит, и граф фон норк, говорит ему, поздравляю, с чем? Как с чем? Император вчера подал вам руку. Тут вы знаете, при этом никого не было. Его величество сам не сообщил. Это настолько знаковое событие, что Франц Иосиф сообщил об этом. Понимаете? Вот этот император, видя, что уже рушится все, мир летит к черту. Он сказал, что у Франца Фердинанда нельзя делать похорон по нормальному имперскому почету, потому что он женат всего лишь на графине Холта. Как же можно так делать? И вот на смену этому динозавру идет Франц Фердинанда. Это действительно, ну, можно его, эту картиночку, Франц Фердинанда, у которого был план реформирования империи. Во-первых, он считал, что империя должна перестать быть двойственной, она должна быть тройственной. Тройственной, то есть австро-венгерско-славянской. Славяне должны стать частью большой империи. Нужно провести либерализацию. Нужно дать большую силу славянским народам. Именно поэтому сербские националисты хотят убить именно его. Потому что этот человек хочет превратить австро-венгерскую империю, ну, конкурирующая может быть с Россией, славянское государство, но конкурирующая по-мирному. Франц Фердинанд говорит, что Австрийская империя, она похожа на старый глиняный горшок, который уже весь в трещинах, и который забился порохом, и забит порохом, и который связан бечевкой, еле его сдерживающим. И вот этот горшочек ни в коем случае нельзя ставить на огонь. Любая вспышка, любая война, в отличие от дяди, он это понимает, будет смертью для империи. Он это понимает. Он понимает, какую угрозу исходит от славян империи. А впоследствии Гитлер в Майнкамп упрекает Франция Фердинанда, что он вообще стремился к дегерманизации. Он хотел сделать империю федеративной. То есть, по большому счету, он такой проект Европейского Союза. Да, вот и он был решительным противником любых военных авантюр. И вот именно его и убивают. Убивают по большому счету надежду империи. И когда происходит это убийство, то дальше господин ваше высочество за вами на тот свет последует огромная огромная свита. И свита действительно будет огромный. И вот просто давайте зададим мы понимаем, что это была величайшая катастрофа, самая кровопролитная. До нее не было таких кровопролитных войн, после только Вторая мировая, но которая была ее продолжением. И вот понятное дело, когда начинается война, и когда мы анализируем эту войну, начиная с 2014 года все задают вопрос, кто виноват. Ответ может быть разным. Понятное дело, что в статье Версальского мирного договора 231 статье говорится, победители Версали дали не только обустройство послевоенного мира, они и историю закрепили в официальном документе. Союзные и объединившиеся правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за подчинение всех потерь, всех убытков поединенными союзным и объединившимся правительствами и гражданами следствия войны, которая была навязана нападением Германии и их союзникам. Все, ну то есть понятно, победители очень легко так сказать расставить свои акценты и в истории. Это происходит в Версале, но в это же время, допустим, в России главный советский историк Михаил Николаевич Покровский, он говорил о писал своих трудах, что смерть Франца Фердинанда была чрезвычайно на руку тем, кто хотел войны. И поэтому сторонники того, что я называю ритуальной легендой, то есть версии, что эту войну начали Германия и Австрия по взаимному сговору, стояли перед чрезвычайно трудной проблемой, но чтобы начать войну, надо убить Франца Фердинанда. И получается, что нужно было доказать, что Вильгельм убил своего личного друга, а Франц Фердинанда был действительно личным другом императора Вильгельма германского, специально для того, чтобы найти какой-нибудь повод для войны. Это было чрезвычайно малоправдоподобно. Вот советская историография говорила, что главным виновником войны является Российская империя. Итак, мы теперь знаем, убийство Франца Фердинанда было спровоцировано русским генеральным штабом. Это совершенно ясно и очевидно. Почему ему это было очевидно, непонятно, но было очевидно. Опять-таки, если мы считаем, что за сербской разведкой стоит Россия... то, что это могло быть, это абсолютно очевидно, потому что это могло быть, но русская разведка и влияние русских в Белграде в того времени, оно было тотально. Окей, это могло быть, но тут уже это говорится как явный факт, о котором даже спорить не надо. Может, Покровский знал больше, чем мы? Не знаю. Его вот этот товарищ Буденовский, вот он Покровский, он говорит, что это русские императоры Николая Второй и русские помещики басаются в драку первыми, они затевают эту войну, хотя этот конфликт был наимене остров, эта тема и обменяется, что для Англии тут жизнь стояла на карте, а когда для человека или целого государства на карте стоит все, то он десять раз подумает, прежде чем начать драку, а Россия в это время находилась в управлении людей, которые чрезвычайно легко относились ко всему происходящему. Я думаю, что Покровский тут не понимает одной вещи, что в демократическом государстве просто гораздо труднее уговорить общественности государства на войну, чем государстве допустим самодержав чем в империи. Хотя все, кто сегодня изучает историю империи понимают, что и Франц Иосиф он был категорически против войны и он говорил, что не нужно, у нас так слишком много славян, зачем нам завоевывать Сербию, зачем нам еще славяне и был против. И Николай Второй, который может быть не очень умный, не очень способный политик, но он делал все, он там писал к этому Вильгельму, то давайте попытаемся избежать, давайте пусть будет Гагский суд, пусть он решает, а не война. И сам Вильгельм он попытался, чтобы было хотя бы один фронт, а не два фронта, но избежать войну с Францией и Англией. В общем, все императоры, кстати говоря, попытались что-то сделать, но вот их министры были настолько ретивы, настолько жесткие, что они требовали больше и больше. Теперь Покровскому возражает академик Торле, будущий, который говорил, что чем больше мы видим, смотрим, смотримся наступление событий, тем больше выходит свет новых материалов, тем более кажется совсем неотвратимым то, что случилось, тем яснее представляется не только возможность, но и неизбежность гигантского столкновения. Неизбежное произошло, если в истории этой величайшей катастрофы есть что-то сравнительно малоинтересное, то это вопрос о том, кто виновен в этой войне. Типа это совсем неинтересно. И он говорит, что психологически рассматривать это, это все равно, что рассматривать вопрос, кто там устроил снежную лавину. И он говорил, что понятно, что все, даже те, кто пережили, они даже честные люди, порядочные люди, люди, рассудок которых не омрачен национализмом, они склонны винить войне одну, либо одну Германию, если те, кто жил в Германии, либо одну Францию, или Россию, или Англию. Часто односторонние, даже те, кто решительно хочет отмежеваться от каких-то националистических пристрелений. Что же говорить еще о патриотах, он говорит в кавычках, продолжающихся стоять на старых позициях, ну и обвиняющих просто противоположную форму. Патриотам, понятно, патриотам меньше всего стоит. Доверяйте. Тагриот говорит, виновен не тот, кто объявил войну, а тот, кто сделал ее неизбежной. Войну 14-го года сделали неизбежной все великие державы, и те, кто объявили войну, и те, которыми ее объявили. С точки зрения научного исследования, самый спор о моральной вине не нужен и научно неинтересен. Это почти то же самое, что после происшедшего снежного обвала в горах, вспомнить о том, кто морально виноват, порывы ли ветра или слабая прикрепленная снежная масса горному склону или пастух, слишком громко крикнувший. И вот нас когда-то учили, что убийство в Сараеве это было только поводом к войне, но были глубокие-глубокие причины, глубинные причины войны. Вот уже цитированный мной русский историк Марк Алданов, он разбирая это, говорил, что в качестве глубинных причин англо-германское экономическое соперничество, борьба за рынки, внутренние противоречия капиталистического строя, токеллаж судов, правила раздела колонии, там значит тоннаж, что угодно, но вот Алданов пишет, при чтении простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод, Сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы, о борьбе за рынки они не писали и не говорили, о внутренних противоречиях капиталистического строя и не слышали быть может таких слов не знали, ну во всяком случае если вещь идет о Вильгеме, Франц-Фиотипе, Николае, то скорее всего и не знали, просто вот как происходит кризис, самое точное определение это когда существующие рамки устаревшие уже не вмещают новое содержание, существующие институции уже не справляются с новыми процессами и это именно то, что произошло в Первой мировой войной. Один австрийский дипломат описывает ситуацию и пишет, что в австрийском министерстве иностранных дел и в австрийском генеральном штабе они первыми объявят войну все были против войны. Почему уже началась война? И ответ, потому что войну мог объявить Швейцар. Такой был хаос, такая была неразбериха. президент Вудро Вильсен напишет, что все ищут и не находят причину, по которой началась война. Знаете, поиски тщетны, война началась не по какой-то определенной причине. Война началась по всем причинам сразу. Может быть, Вудро Вильсен тут и больше всего прав. Но самая главная причина, что в то время в Европе считали, но ничего страшного не будет. Если начнется война, ну ничего страшного. И вот люди, у которых давно не было войны, потеряли страх. После Второй мировой войны, когда всем казалось, что Третья мировая, она вон там за порогом, да, когда Слуцкий описывая, вспоминая своего друга Кульчистова, он пишет, я не жалею то, что он умер, жалею то, что умер слишком рано, не в Третьей мировой, а во Второй, когда все понимали, что вот она, Третья мировая война, ядерная и так далее, когда в фильме звучала песня про Иволгу, песня про ядерную войну, вот тогда люди боялись. И вот очень странно, перед Первой мировой войной, но все верили в светлое будущее и допустили большую войну. А после Второй мировой войны все верили, что скоро будет мировая война, ядерный взрыв. И умудрились прожить ну почти почти 70 лет без войны. Без войны в Европе, без большой войны. И может быть то, что происходит сегодня, оно именно тоже потому, что люди потеряли страх. Люди потеряли страх. Вот когда война начинается, она начинается с огромного воодушевления. Более того, когда кто-то пытается предотвратить войну, то ему объясняют в разно, что если он не согласится на волю народа начать войну, это народ хочет, то его сметут, ну неправда, но во многом для того, чтобы удержаться от войны, требовалась большая смелость, чем для того, чтобы ее начать. И так бывает очень-очень часто. И вот как только начинается война, выясняется, что это совсем не та война, которую ожидали. Французы отправляются на войну в красных панталонах, которые легко видны противникам и по которым легко стрелять. Англичане думают, что можно идти в этих белых перчатках в атаку. Французы говорят, французские теоретики говорят, что не важно техническое отношение, важно совсем другое боевой дух армии. Вот боевой дух армии, он самое важное. И как только начинается война, у всех, у всех участников выясняется, что они к ней не подготовились. Они к ней готовились десятилетия, но выясняется, что они к ней не готовы. У всех армии появляется понятие снарядный голод. Снарядный голод это главная проблема 15-го года на всех фронтах, для всех. выясняется, что именно во время войны понимание, что готовились не к той войне, если уж готовились. Да? Дальше нету овсянка сэра, снаряды снаряды были вчера. Первая мировая война, последняя война, в которой конницу на нее рассчитывали как на играющую главную роль. Потому что это позиционная война, конница тут не сможет участвовать, в отличие от русской гражданской войны, которая была все-таки маневренная война. А это была позиционная. И генерал Гамильтон, британский военный и теоретик войны, он говорит, единственное, на что способна кавалерия перед лицом пулеметных звезд, это почистить картофель для пехотинцев. Все. А вот, кстати, говоря, вопрос к тебе. Кто автор этих слов? Сзади нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы понадобиться, если понадобится, заставить идти вперед из слабодушных. Да? Не следует задуматься перед поголовным расстрелом целых частей за попытку совершить, повинуть назад или, что еще хуже, сдаться в плен. Любой, кто услышит эту идею за град отряда, скажет, либо Сталином, или... Наверняка кто-то очень такой, типа Черчилля и так далее. Не, это русская идея, потому что это идея русской армии со времен войн Петра Первого. Если мы почитаем Пушкина, у него есть идея о том, что еще при Петре Первом выставлялись солдаты, которые должны были остальным солдатам мешать отступать, а если они будут отступать и убивать их, включая императора, кстати, да? Это... Так вот, это авторство слов, это приказ генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова от 15 июня 15-го года. Вот. Почему? Потому что именно во время войны... Если хорошо копнуть, я думаю, что мы заградотряды найдем задолго этого русского... Не, но... Именно пулеметы поставить Первой мировой войны... Пулеметы, да, потому что пулеметы активно стали использовать именно во время Первой мировой. Ну... В Агглобурскую войну использовали еще, но там не было такое активное. Да, в Суданскую войну, в Суданской войне, когда пулеметчики просто расстреляли в войско МАГДИ. Так вот, именно в этот момент создаются батальоны смерти, ударные, для которых самая главная задача прорывать линию обороны и заградительные, которые должны были стоять за другими отрядами. Теперь, самый главный вопрос, ради чего проливалась эта кровь? Я этот вопрос задал по поводу Кавказских войн, потому что ну, все плюсы были как-то как-то слишком малы, но по Первой мировой войне это еще более очевидно. Ну, то есть, где-то к 15-му году стало понятно, что чего бы там не выиграли, держава победителя, хоть с этой стороны, хоть с той стороны, оно никак не компенсирует потерь. Никак не компенсирует. В мировой войне проиграют все, кто ее затеял. Все. Плюс-минус выигравшим можно назвать США, но опять-таки США ну, нуждалась в глобальной экономике, а именно глобальную экономику больше всего и разрушила Первая мировая война, потому что уровень глобальной экономики, который был в 14-м году, человечество достигнет только в 1991-м. Понадобится так, но 77 лет, чтобы выйти заново на уровень 14-го года. Самое интересное, что цели, которые ставят перед собой все государства, они никак не соотносимы с потерями каждого месяца, не говоря уже о всей войне. Зачем это? зачем бьется эта кровь? Зачем Германия готова лечь под русский паровой каток, а Франция достаться немецким волкам, как на этих карикатурах? Какие цели преследуют государства, которые ведут проливы? Это единственная цель, которая говорит по по поводу России, но Турция вмешалась в войну спустя год. Зачем же тогда Россия вмешалась на год раньше? Чего хотят? и вот Турция напрашивалась европейским державам Франции и Англии, чтобы быть их союзницей, но те показали Россию, сказали, что Россия это не хочет, потому что Россия про Турцию это слишком большой разговор, слишком большой разговор про Турцию, мы можем отдельно об этом поговорить, потому что этот вопрос не замечательно изучал. Но в июле 2014 Турции не было среди потенциальных врагов, и Турция по идее могла бы удержаться. Но дальше вопрос, почему когда в 2015 году уже понятно, что потери будут такими, что любые приобретения их не окупят, почему же страны не могут выйти из войны, что же происходит, почему, и тут мы видим главный ответ пропаганда, потому что для того, чтобы убедить народы пойти на войну, а это другая война, это уже не война профессиональных войск, им надо объяснить за что они воюют, объяснить, что они воюют за тоннаж судов в проливах не получится, за тоннаж судов не выйдет, там, я не знаю, шахтер из Британии, ткач из Франции, металлур из Германии, булочник из Твери, они не пойдут воевать, им надо объяснить, что они воюют с абсолютным злом, французы воюют с гунами, с бошами, с врагами культуры, врагами человечества, британцы защищают маленькую Бельгию от насильников, от изуверов, которые режут женщинам животы. Германия воюет с казаками, с ордой и так далее, и так далее. Для того, чтобы воевать, надо нарисовать противника как абсолютное зло, но именно поэтому они пойдут, вот тогда появляется этот плакат, ты записался добровольцем с британским генералом и следующий плакат, а ты что сделал для войны, вот они работают, женщина работает, мужчина работает, они воюют, а что ты сделал белоручкой для войны, что ты проходишь рядом, что ты сделал для своей страны, что ты сделал для спасения человечества. Это идут совершенно другие вещи, и чтобы их пойти, надо описать, что за война происходит, и вот идут эти описания достаточно страшные, и пугаются, и для того, чтобы мобилизовать всех, чтобы все встали на свое место, агитационный плакат Великобритании, чтобы все отправились на войну за святое дело, на за святое дело против недочеловеков, против варваров, против Орды, кстати, говоря, вот в России русская обложка журнала Будильник 15-го года, там написано, все для войны в огне и буре родилась русская промышленность, и тогда говорили, что война очень полезна для экономики, для промышленности, что именно на этом промышленности будет создано, и вот именно война несет и благополучие, вот опять-таки гордость за свое оружие, русская карикатура Илья Муромец в 10-м веке, Илья Муромец в 20-м веке, потому что русские авиаконструкторы создают самолет под названием Илья Муромец, но который, по-моему, не прошел испытания. Дальше, британский плакат империи нужны мужчины, Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, все откликнетесь на зов, поддерживая молодыми львами, старый лев бросает вызов своих врагов, записывайте на службу сегодня. И вот лихование, лихование, Европа затягивает корсет над Германией, русская карикатура, вот горилла в шлеме, это Вильгельм, любимый вообще этот объект для карикатуристов страны Антанты. Он этот стихушки, смелительные рубашки, шар земной покрыл ты кровью, не поргнув при этом бровью, сколько душ ты загубил, сколько семей разорил, но настал расплаты час, мы теперь проучим вас и рубашечкой согреем, и усы ваши побреем, на башку наденем кепи и посадим вас на цепи. Опять-таки, дегуманизация противника. Не жалей, ванюха, ног, двинь по таракану, то есть противники это вообще тараканы, их надо давить, давить. Разве это люди дубины, дубины, вход запрещен. Немецкая эта пропаганда тоже рисует всех и своих противников, как провинившихся учеников, которые Германия и Австрия двумя палками отлупят по задницам в школе войны. Вообще все страны, входя в войну, говорят, что войну закончат через полгода, потому что у нас доблестные войска, у нас боевой дух, а против нас кто? Орда! Орда! И как же закончить войну? Как помириться с тем, кого ты только что называл недочеловеком, ордой, ордой? Дорогой Давид, вот на этом очень интересном моменте, мы сейчас с тобой прервемся до следующей недели. Пожалуйста. Потому что мы сейчас 15 минут говорим, ну чего греха таит. Я думаю, что это вполне гармонично можно будет продолжить уже на следующем. единственное, что хочу сказать, одну вещь последнюю, что урок этой войны, что человечество склонно делать большие глупости и при этом чувствовать себя очень хорошо исходить из того, что это патриотично, национально, ну и вообще стратегически вверх. Что ж, большое спасибо, большое спасибо, Давид, за очень интересную беседу. Ребят, правда, ставьте лайки, чтобы это видео посмотрело, оно же было интересно. Вот нужно, чтобы его посмотрело как можно больше людей. А мы обязательно продолжим. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.